Что делать, если приобретенный товар не соответствует заявленным качествам? Правовая консультация специалиста. Белпочта ввела плату за хранение международных заказных посылок. Сколько придется заплатить и что советуют специалисты. Добрый вечер. В эфире Солигорского телевизионного канала программа «Закон и право». По вторникам мы знакомим вас с правовыми новостями, разбираемся в юридических нюансах и ищем ответы на ваши вопросы. Начнем с новостей. МВД предупреждает о новом виде хищения средств с банковских карт. Ранее преступники получали персональные данные плательщика, включая пин-код, путем установки скиммеров. Теперь в США и странах Западной Европы появились накладки на платежные терминалы, а также полностью перепрограммированные терминалы, которые невозможно отличить от немодифицированных. Такие устройства имитируют платежную операцию, чаще всего неудачную. При этом клиент получает чек об операции. Далее, как и в случае со скримерами, злоумышленники могут изготовить дубликат карты и обналичить с нее деньги. Модифицированные терминалы могут устанавливаться в кафе и ресторанах, такси, на заправках. Как правило, в таких случаях у преступников есть сообщник из числа обслуживающего персонала. В Беларуси случаи такого мошенничества еще не зарегистрированы, однако рано или поздно технология доберется и до нашей страны. МВД рекомендует подключить услугу СМС-оповещения и обращать внимание на предлагаемые терминалы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В случае фиксации машины без техосмотра ее владелец получит уведомление о штрафе в две базовые величины. Сейчас это 49 рублей. Когда камеры заработают в новом режиме, неизвестно. До того должен быть принят соответствующий указ президента, проект которого уже готов. В ближайшее время вступает в силу запрет на лов рыбы всех видов. В Бресской и Гомельской областях он действует с 20 марта до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях данный запрет начинает действовать с 1 апреля и продлиться до 30 мая. В Витебской области с 10 апреля по 8 июня. Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено. Рыбачить можно только с одной удочкой, с одним крючком или одним спиннингом в светлое время суток с берега. Сроки общего весеннего нерестового запрета пересекаются с локальными нерестовыми запретами, установленными отдельно на щуку судака сома. Такую рыбу, пойманную в период действия локального запрета, необходимо отпустить обратно в водоем. Продолжение следует... В консультации мы сегодня обратимся к должностному уполномоченному лицу по защите прав потребителей, главному специалисту отдела торговли и услуг Солигорского райисполкома Татьяне Борисик. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Итак, что же делать покупателю, если он приобрел некачественный товар? Куда обращаться в первую очередь? Прежде всего, хочется сказать, что очень частые требования предъявляют покупатели именно по некачественным товарам, мобильным телефоном. Также сложные технические товары – это холодильники, телевизоры, ноутбуки. Так вот, покупателю необходимо, естественно, обратиться в первую очередь к продавцу и предъявить, согласно закону о защите прав потребителей, статье 20, какое-то одно из требований. Это может быть замена товара некачественным, а качественным, может предъявить, отремонтировать товар. Или, если он его сам отремонтировал, то предъявить, чтобы возвратились те затраты, которые он истратил. Затем можно, естественно, потребовать расторжение договора купли-продажи и возврата денежных средств. Но для того, чтобы правильно это все оформить, покупателю необходимо, естественно, оформить это все в письменном виде. Это может быть запись в книге замечаний и предложений, которая должна выдаться незамедлительно по требованию покупателя. Или же оформить на обычных листах в двойном экземпляре. Один экземпляр покупателя отдает продавцу, а на его экземпляре, чтобы продавец или кто-то, администратор магазина, заведующий, директор магазина, поставил отметку, что это обращение гражданина принято. И в назначенные законом сроки будет дан ответ. Если это в книге замечаний и предложений оставлено, то в течение 15 дней. Если же обращение на листах, то согласно законодательству там или незамедлительно, но если должна будет провестись проверка качества, то в течение 14 дней. Дело в том, что если товар сложный технически, то просто так деньги продавец, естественно, не сможет сразу отдать. По усмотрению продавца может быть проведена проверка качества товара. Она должна провестись незамедлительно и может провестись силами продавца или же с привлечением какого-то сервисного центра. Если это касается сложно-технических товаров, таких как мобильные телефоны, холодильники, телевизоры, ноутбуки и так далее. Сложно-технические и гарантийные товары. Татьяна Владимировна, за чей счет проводится проверка качества товара? Проверку качества продавец проводит своими силами и за свои деньги. И требовать возврата денег за эту проверку качества у покупателя он не имеет права. По результатам проверки качества продавец должен покупателю обязательно выдать какой-то документ. Это может быть какой-то в виде акта или в виде какой-то справки, оформленной продавцом или сервисным центром. Если покупатель не согласен с результатом проверки, может ли он его оспорить? Если продавец выдает покупателю какое-то заключение, то, что, например, не удовлетворит покупателя, например, там будет написано, что этот товар качественный, что не было никакого брака, или брак произошел по вине самого покупателя, и происходит спор между продавцом и покупателем, то здесь покупатель имеет право требовать у продавца проведения независимой экспертизы. Вот уже проведение независимой экспертизы должны производить не сервисные службы, а именно те независимые организации, которые имеют на это лицензию. Это какие-то сертифицированные организации или предприятия, которые имеют на это право. Вот по заключению этой независимой экспертизы, и, кстати, покупатель, когда будет писать свою претензию, он, если захочет присутствовать на этой экспертизе, то он должен заявить это право в письменном виде. И если он заявил это право, то продавец обязан его за три дня уведомить, где и когда состоится эта экспертиза, чтобы покупатель выехал на эту экспертизу заблаговременно, и в его присутствии проводилась эта экспертиза. Но в законе также оговаривается, если экспертиза эта независимая признает, что это не производственный брак, а брак произошел по неправильному использованию граждан, этим гражданином, покупателем товара, то за экспертизу будет, естественно, платить покупатель. Вот. Придется возместить все расходы продавца. Татьяна Владимировна, случается, что продавец уклоняется от общения с покупателем. Как тогда действовать? Пишется, естественно, претензия точно так же в двух экземплярах. Оговариваются все недостатки товара, что там случилось с товаром. И если продавец на ваше обращение в течение 14 дней не ответил, то можно подавать исковое заявление в суд и в суде доказывать свои права. Является ли важным условием наличие чека и упаковки? Может ли на этом основании продавец отказать покупателю в возврате некачественного товара? Не обязательно иметь чек на руках. Если нет чека, вы можете предъявить какого-то свидетеля. И точно так же отменена упаковка. Если вы купили обувь или телевизор, или холодильник, и случилось, что товар некачественный, вы имеете полное право возвратить этот товар, если он некачественный, без упаковки. Татьяна Владимировна, если товар все же признан некачественным, в какой срок продавец должен вернуть деньги? Если у продавца есть заключение, что товар действительно некачественный, то деньги, естественно, должны выплатиться незамедлительно. И в той сумме, которую платил покупатель. Ту сумму, которая на данный момент, на момент возврата денег. Если товар подорожал, естественно, то уже продавец обязан выплатить покупателю именно подороже. Сегодня все большую популярность приобретают покупки через интернет, если некачественным оказался купленный таким способом товар. Если товар приобретен через интернет-магазин, действуют такие же самые правила. И действует точно так же статья номер 20 закона о защите прав потребителей. Интернет-магазин, если он зарегистрирован в торговом реестре, должен содержать все контакты, адрес, естественно. По этому адресу вы посылаете претензию, точно так же пишете ее в двух экземплярах. Один экземпляр остается у вас, а второй посылаете непосредственно хозяину интернет-магазина. И ждете точно так же ответа на свою претензию. Действуют точно такие же правила. Татьяна Владимировна, покупатели имеют право вернуть не только некачественный товар, но и тот, который его не устроил по каким-либо параметрам. О чем стоит знать в этом случае? Качественный товар можно вернуть в течение 14 дней. Но существует перечень, утвержденный постановлением Совета министров, который определяет именно перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату. Это сложно технические товары, гарантийные товары, это метражные товары, это чулочно-насочные и другие товары. Товар качественный, но по какой-то причине вам не подошедший. Или вы как-то можете, передумали, пришли домой, померили, вам не подошел фасон в юбке или брюк. Вы, естественно, в течение 14 дней можете вернуть, но товар, чтобы был чистый, не ношеный. Спасибо, Татьяна Владимировна. О том, как вернуть некачественный товар, мы сегодня говорили с должностным уполномоченным лицом по защите прав потребителей и главным специалистом отдела торговли и услуг Солигорского райисполкома Татьяной Борисик. В последнее время некоторые клиенты Белпочты, пришедшие за своими международными посылками, вынуждены были заплатить определенную сумму за их хранение. Белпочта ввела плату за хранение в отделениях почтовой связи свыше 7 календарных дней международных заказных мелких пакетов, писем с объявленной ценностью, бандеролей, посылок, отправлений международной ускоренной почты. Сколько придется заплатить и как избежать спорных ситуаций, мы спросим у начальника Солигорского районного узла почтовой связи Юрия Скребунова. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Что же изменилось в работе почты? Что изменилось? С февраля месяца приказом рубил почта. Изменен прескурант цен на международное почтовое отправление. Надо сказать, что именно изменен, а это даже не новинка, ранее тоже бралось за хранение почтовых отправлений, которые хранятся более 7 дней. Единственное, что было изменено в статье тарифов, это введена группа почтовых отправлений и заказные международные почтовые отправления. Это те самые отправления, как вы говорите, из Китая, попали в эту группу. Вот и все изменения, что касается оплаты. Цена 36 копеек за сутки. После хранения 7 суток, начиная со дня следующего, за днем получения этого отправления в отделение связи. То есть вот 5-го оно пришло, начинается с 6-го 7 дней считывать, и далее уже ежесуточно 36 копеек. Иногда случается, что извещение на получение посылки по какой-то причине затерялось. И естественно, что может возникнуть спор между работниками почты и получателями. Как вы подходите к таким ситуациям? Правила одни и для всех. Я бы рекомендовал, прежде всего, нашим клиентам отслеживать свои почтовые отправления, а этим занимаются многие. То есть получается, что если человек смог заказать на китайском сайте или на каком-то другом почтовое отправление, естественно, следуя логике, он может его отследить. То есть с компьютером мы хорошо научились себе пользоваться. Поэтому призываю всех наших клиентов отслеживать свои почтовые отправления. Поэтому, уважаемые клиенты, когда вы увидите строчку «Отправление подготовлено к отправке» или же попытка доставки, дождитесь, пожалуйста, своего извещения в ящике. И если через сутки к вам оно не придет, обращайтесь на почту со своим паспортом. Юрий Николаевич, насколько сегодня загружена почта посылками из Китая? Надо сказать, что успеваем. Когда 22 евро стало, тогда уменьшился поток посылок. На сегодняшний день в январе простой и заказной корреспонденции, входящей в международный, прошло 26 тысяч отправлений. В феврале 28. Но это мы связываем с новогодним потоком. И как бы уже про Новый год принято уже не говорить, потому что уже он прошел. На самом деле у нас нагрузка с ноября по февраль чувствуется. То есть где-то замедляется. Естественно, чем больше поток, тем медленнее обработка. А так, грубо говоря, 25 тысяч есть. Спасибо, Юрий Николаевич. Обведение платы за хранение международных заказных посылок мы сегодня говорили с начальником Солигорского районного узла почтовой связи Юрием Скрипуновым. Вы смотрели программу «Законы права». До встречи во вторник. Солигорский районного узла почтовой связи Юрием Скрипуновым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова